Гости пришли к ветеранам Великой Отечественной войны не с пустыми руками. Конфеты, цветы, открытки, книжки, все то, что сделает 70-ю годовщину Великой Победы еще приятнее. Предупреждала, чтобы люди были дома, потому что мы хотели на сами майские, но вы сами понимаете, что очень много выходных, многие могут уехать, поэтому мы решили сегодня чуть-чуть пораньше. Дети старательно подготовили небольшую программу, не только послушали истории пожилых людей, но и рассказали ветеранам стихотворение. Смерть косой людей косила. В селах, городах отступали в 41-м с ужасом груди. Автоматы, танки, где вы, с чем же в бой идти? Несмотря на страшные слова, звучащие в стихотворении, Зинаида Федоровна слушает их спокойно. Для нее годы войны остались в далеком прошлом, однако забыть, через что ей пришлось пройти, невозможно. Сначала в Юхновский лагерь, потом дальше в Смоленск, на Белоруссию, там Гомель, Могилев, по-моему, мы были где-то в Несвеже, в городе, в общем, много прошли. За Брестом нас отбили. В доме номер 24 по Новоспортивной улице проживают четыре ветерана Великой Отечественной войны. Зинаида Дегтяренко и Зада Жучкова прошли через ужас концентрационных лагерей. Двое других, Пелагея Соловьева и Екатерина Сухоцкая, в звании ветерана труда. Маленькими детьми, они работали в совхозах, в колхозах, ухаживали за больными нашими солдатами. Ну, то, что вот я про них чуть-чуть вот знаю. И узники, которые были в плену у немцев. Ветераны с теплом и благодарностью приняли гостей. Старшие по дому проявили не просто приятную заботу, но и то главное, что требуется окружающим нас, пожилым людям. Участие и интерес к их жизни. Светослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.